Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки, дяди и тёти, бабушки и дедушки! Сегодня мы очень хотим вам показать и рассказать очень один важный секрет. Где прячется нотка Ре? Я вас научу её узнавать. Я тоже, тоже хочу первой. Какая тут из них Ре-то? Какая? Как их отличить? Тут только беленькие, чёрненькие, беленькие, чёрненькие. Ничего тут не написано. А ты считать умеешь? Конечно, я умею считать. Раз, два, три. А что ты тут можешь посчитать? Вот я могу посчитать, что тут две чёрненьких и три чёрненьких. Одной нету чёрненькой. Вот опять две, опять три чёрненьких, опять две, опять три. А где что-то твоя цена открытая, интересно? А вот давай подумаем. Ведь кто создавал пианино, он должен был сделать подсказку. Ну, конечно, мы взрослые всегда делаем подсказки. А почему прямо сразу не расскажете? Ну, ведь так интереснее отгадывать, когда тебе всё просто так расскажут. Мне неинтересно. Я тоже очень-очень люблю загадки отгадывать. А я придумал-придумал, что вот эти две палочки похоже, как будто это вот здесь пояс едет. Это рельсы, а между ними нотка Ре будет. А я считаю, что где вот это две, это берега, а тут течёт речка. Ой, слушай, как вы хорошо придумали. Ну, пускай эта нота будет у нас Ре. Так, Мишенька, давай свой вот этот пушок розвенький. Мы его положим на нотку Ре вот сюда, чтобы подметить. Ну, хорошо, хорошо, мы её подметили. А если, когда будем играть, мы сможем услышать, что это нотка Ре? Да, ребята. Вот мы сейчас послушаем все беленькие клавиши и вдруг услышим, что вот это Ре рычит. Вот слушайте. Это До. А вот это, слушайте, она рычит. Ре рычит. Вот это Ми, как будто она целует кого-то. Слушайте, Ми. Следующая Фа, как будто она широко открывает рот. Фа. Следующая Соль, она твёрдая, как солдат. Следующая нотка Ласковая. Ля, лясковая. Нотка Ля. Ласково звучит. А следующая нотка Си. Она хитрая-хитрая. Послушайте, как хитро звучит. А следующая за ней опять До. Она широкая и толстая. А первая тоже была широкая и толстая? Вот она наша Ре. А вот эта первая была. Ну-ка, До. Она широкая и толстая. Ой, ещё раз нажмите, пожалуйста, Ре. Хочется послушать, рычит или нет. Слышу, слышу, рычит, рычит. Вот по сравнению с другими. Слушайте, вот это не рычит, а это рычит. А теперь поиграем в загадки. Вот. Вы нажимаете, а мы будем отгадывать, какая рычит. Ну, мы вначале будем подглядывать. Ну, давайте. Ой, пожалуйста, пожалуйста. Вы несколько раз сначала вот давайте. Можно я на неё понажимаю, чтобы запомнить? Конечно, можно. Нажимай. Можете вместе спеть Ре. Ре. Давайте подряд споём все ноты, а будем прислушиваться к ноте Ре. Ду, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До. А теперь ещё раз прислушиваемся к Ре. Сейчас я нажму на какую-то нотку, а вы, зверюшки, глазки закройте, а вы скажете, это Ре или не Ре? Не, не Ре. А сейчас? Слышу, слышу, рычит. Молодцы. Давайте ещё раз. А вот это Ре или не Ре? Нет. А это? Слышу, слышу, Ре. А это? Не, не Ре. А это? Ура, я слышу. И мы все слышим. А теперь давайте так. Я буду нажимать на какие-то ноты, а как только будет нота Ре, мы будем подпрыгивать. Давайте, понравилось? Давайте. Прыг. Ой, интересно. А что-нибудь такое ещё? Сыграйте нам, пожалуйста, чтобы нам весело и хорошо жилось. Ну, давайте. Ой, я узнал. Ой, я узнал. Ой, я узнал. Ой, я узнал. Ой, нам понравилось. Давайте ещё. Ну, только вы глазки закрывайте и отгадьте, и узнавайте эту ноту. Ой, я узнал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А почему тут у вас рета? Вот здесь, а здесь тоже надо же чем-то подметить. Ну, давайте положим вот сюда цветочек. Тоже между двумя. И вот сюда можно что-то подложить. И вот сюда это все будет между двух р. Ну, давайте еще, пожалуйста. Нам очень, нам очень, 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 очень понравилось. Мишка, что у тебя в корзинке? Лето, ягодки, цветочки, грибочки собираю. Молодец, Мишенька. Ну, давайте еще отгадывать. Отгадал, отгадал. Ре. 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то мне все понравилось. А сыграть, пожалуйста. В лесу родилась елочка. Мы там послушаем, есть там оно ткаре или нет. Ну, сразу услышите, давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Ой, ты таким толстым голосом. А тоненький, можете сыграть голосом? Ну, давайте вот здесь сыграем до этого. Ре. Она что, рычит? Ну, давайте еще раз послушать. Вот она. Вот эта не рычит? Не, не рычит. А эта? Рычит. А эта? Не, не рычит. А эта? Не, не рычит. А эта? Не, не рычит. А эта? Слышно? Ры, рычит. Как я, как Миша. А эта? Не, не рычит. А эта? Не, не рычит. Ничего не рычит. Тоненько, но рычит. Нет, не рычит. Мы играем. Миша. Тоненько, но рычит. Тоненько, но рычит. Тоненько, но рычит. Ой, какая песенка, скорее бы Новый год, похолодало бы. Ну, конечно, это я, мишка коричневый, люблю лето, а вы, белые мишки, любите зиму. Ну, конечно, мы любим зиму, поэтому поем песенку «У лесу родилась елочка». А я вот придумал такую игру, я буду нажимать носиком вот это ре, потом вот это ре. Ой, будете говорить, вот это ре толстая, вот это ре тоненькая. Или ре простое, а это ре верхнее. Ой, давайте, давайте, интересно отгадывать, давайте. Давайте. Ре толстая. Ре тоненькая. Ре толстая. Ре тоненькая. А теперь закройте глаза, не подглядывайте, да, не подглядывайте, давайте. Ре толстая. 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 Ре тоненькая. Ре толстая. Ре тоненькая. Ре тоненькая. Ре тоненькая. Не, не Ре. Это у нас... Вот он не ту ноту нажал. Вот я хотел поиграть с вами, чтобы вы узнали. Да, это была другая нота. А что это он-то все нажимает? Я тоже хочу, я тоже хочу. Иди, ежечка, сюда, иди мой миленький, иди хорошенький. Я вот тоже хочу какую-то ноту Ре найти. Вот тут. Я вот этот цветочек возьму и сюда перетащу. Вот тут я буду играть. И вот этот тоже перетащу. А еще найдешь один Ре, и вот тут я сюда положу. Вот я тут буду играть. Давайте. Ре. А это не рычит? Нет, не рычит, а это? Рычит, а эти? Тоненько рычит. А вы нам сыграйте елочку вот на этих тоненьких. Давайте. Только давайте так. Не просто так елочку слушайте, а внимательно-внимательно. Вы смотрите. Вот вы смотрите, когда я буду пальчиком-то нажимать на нотку Ре, и вы прислушивайтесь. Как бы не всю песню слушайтесь, а только ловите эту Ре, чтобы почувствовать ее. Давайте еще раз. Ой, как же мне-то нравится, и цветочек такой на нотке Ре. А это же у меня получилась речка, а на ней растет лотос, как в Египте. А у нас, правда, в России такие растут, только белые лилии, как в Египте у нас. Я плаваю по речке там, на лодочке так плыву, плыву, рыбку ловлю, а у нас такие белые, даже в некоторых местах розовые растут. Я все говорил, уроки истории нам про Египет рассказывают, что там лотосы, а я говорю, а у нас тоже почти что такие, почти что египетские, только пирамидов нет. У кого пирамидов есть, а у кого пирамидов нет. А у нас пирамиды завсегда есть. А ведь египтяне-то они что? Они с помощью музыки улучшали себе здоровье, строили большие пирамиды. И вот такая тоже есть, такая музыкальная штука, они что-то такое с ней делали. И вот она показывает, что у них пирамиды, и у нас пирамиды, и что вот все это древнее египетское у нас тут как тут. Ой, что это за штука такая? Ой, это такая волшебная штучка, такая волшебная штучка, такая волшебная штучка, тут что-то открывается, тут что-то движется. Ой, это пушка, что ли, у них? Какое-то зарядное устройство, надо прикрыть, чтобы не рвануло, не бабахнуло. Метроном называется. Ой, мы тоже хотим с этой штукой поиграть. Ага, вот будет у вас пианино, пойдете в музыкальную школу, тогда и штука вам, говорит, эта штука-то моя, никому-то я не дам, мужа Дюга. Ну, пожалуйста. Кто записывается в музыкальную школу, того такая я буду, говорит, та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Ну, давайте еще послушаем про эту, про ноту Ре. Ну, давайте какую-то детскую песенку, а вы замечаете Ре и слушаете не песенку саму, а именно как звучит это Ре. Вот я опять на место сюда положил ее. Вот запомните, как она звенит, это Ре. Видите, даже пушок шевелится. Давайте я вам спою. Дорами фасоли. А си, кошка ехала в такси, а котят прицепились и бесплатно прокатились. А вы слушайте ноту Ре. До, Ре, Ми, Фа, Су, Ля, Си. Кошка ехала в такси, а котята прицепились и бесплатно прокатились. До, Ре, Ми. До, Ре, Ми, Фа, Су, Ля, Си, кошка ехала. Ну, давайте еще раз. Что-то жарко. Надо как-то в лесу родилась елочка. Давай, последний раз, последний раз. А я буду прислушиваться и слушать нотку Ре. Ре, Ми, Фа, Су, Ля, Си. Ре, Ми, Фа, Си. А я придумал новую игру, а я придумал новую игру. Давайте одним пальцем просто так тыкать, вот так, куда попадешь. А если в Ре я попаду, мы будем подпрыгивать или хлопать в ладоши. Ой, здорово, придумал, молодец. Давай, тыкай куда-нибудь, пальцем в воду. Нет, не Ре. Ре. Не А. Ре. Не А. Не А. Попал, попал. Слышу Ре. А это? Не А. А это? Не А. Не А. Не А. А это? Слышу, слышу Ре. А это? Не А. Не А. А это? Ре. 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 Угадал. Не, не Ре. А это? Ре. А это? Не А. А это? Не А. Не А. Вот оно, вот оно, я научился, я теперь знаю, что нотка Ре прячется на клавиатуре между двумя черненькими. А пока они не видят, я хоть схвачу этот розовенький пушок-то и перетащу его сюда. И вот этот схвачу, тоже перетащу его сюда. Послушаем, неужели тут тоже Ре? Ну, это уж точно, мой дедушка так рычит. А это? А так рычит моя бабушка. А еще есть Ре. Вон оно, давайте сюда этот пушок положим, послушаем. Ну, это наш так директор рычит. Ну, это наш медвежий президент так рычит, разгоняет всех. Ну, все, я запомнил. Ребята, до свидания, до свидания. Любите музыку. Всем желаем успехов! С вами была игрушечная музыкальная школа. Кто запомнил, где нота Ре, можете поставить плюсик под этим видео, чтобы мы поняли, чтобы вы все поняли. А кто уже знал, где нота Ре, можете поставить два плюсика. А кто знает, где находились другие ноты, можете поставить три плюсика. А кто уже умеет играть на пианино, можете поставить четыре плюсика. До новых встреч в музыкальной игрушечной школе! Субтитры создавал DimaTorzok